МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканал Юрген. Крик, криминал, комментарии. В студии Эдуард Бушуев. Здравствуйте! Сегодня подведем итоги недели. Неблагодарный пассажир, коварное нападение на спасителя в погонах, сгубило тщеславие, браконьерские трофеи на страничке в соцсети, присосались к трубе, краденая нефть и дороги республики. На его поиски были брошены силы трех муниципальных районов в Коме и Архангельской области, а он поступил, мягко говоря, неблагодарно. Набросился на своего спасителя, инспектора ДПС, и чуть не придушил. А когда узнал, что это девушка, пытался просить прощения. История горя путешественников, репортажа. Константина Куратова. Здравствуйте! Вы звонили? Я звонила, позвонила. В половине шестого утра, 22 октября, дежурный экипаж Сысольской ДПС обнаружил на дороге 48-летнего мужчину, о пропаже которого незадолго до этого заявила жена, жительница станции Вилеть. На поиски мужчины, который не доехал до дома на пассажирском автобусе, отправились не только архангельские полицейские, но и стражи порядка Прилузского и Сысольского районов. В органы внутренних дел поступило сообщение о том, что фигурант якобы вышел из автобуса, следовавшего по маршруту Киров-Котлас, и пропал без вести на территории Сысольского района. На поиск гражданина направился автопатруль ДПС в составе двух сотрудников полиции. Правоохранители обнаружили мужчину на обочине автодороги Куратова-Широкий-Прилуг в районе поселка Щугром и предложили ему проехать в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего. Найденный пассажир был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Вокруг него один только лес, да к тому же погода была морозная. Мужчина мог погибнуть. Но когда он узнал, что его везут в отдел полиции, а не домой, стал возмущаться. Не просьбы, не обещания вознаграждения на автомобиле. инспекторов не подействовали. Тогда мужчина неожиданно напал на сотрудницу ДПС, которая управляла машиной. Несмотря на попытку удушения ремнем безопасности и на испытанный при этом шок, водитель успела безопасно остановить машину. В это время ее напарник, который сидел справа от нее, он попытался ей оказать помощь, но так как хватка мужчины была очень сильной, он очень силой сжимал ремень, напарнику даже пришлось применить силу, а именно нанести удары область лица данного гражданина. Потому что иным образом оказать помощь он просто бы не мог и не успел. И после вот этих ударов мужчина ослабил хватку, что дало возможность второму инспектору ДПС выйти из машины и обезопасить себя. Вскоре к месту ЧП подъехал второй экипаж. Пассажир пытался угрожать, но когда услышал голос пострадавшей сотрудницы, стал извиняться. Извинялся перед потерпевшей мужчина, и на следствии, говорил, был настолько пьян, что сначала поссорился с водителем пассажирского автобуса, подумал, что не туда везут и потребовал высадить. Потом позвонил жене и попросил у нее помощи. Зачем подверг угрозе жизнь сотрудника полиции, который приехал его спасать, теперь будет пояснять суду. За применение насилия, опасного для жизни и здоровья, горе путешественнику грозит до 10 лет лишения свободы. В Удорском районе завершили выяснение происхождения вот этих жутких фотографий, выложенных жителем поселка Усогорск в одной из социальных сетей. Над них он сделал селфи с головами медведей, самки и детеныша. Оказалось, мужчина – опытный охотник. Этих животных застрелил незаконно. Подробности у Натальи Литкевич. Фотографии на страничке сельчанина возмутили даже бывалых ходорских охотников. Они сообщили о них в районную прокуратуру. Правоохранители информацию проверили и выяснили. Мужчина, изображенный на снимках, действительно расправился с медведицей и медвежонком в сентябре прошлого года. Лицензий на отстрел семейства Топтыгиных у него не было. Сам он первоначально оправдывался. Дескать, дикие животные сами напали на него и собак. В ходе проверки был опрошен ряд лиц, которые имеют отношение к области, к сфере охоты. В том числе, председатель общества охотников и рыболов, в котором состоит непосредственно данный гражданин. Охотники, которые длительное время используют лицензии и добывают медведя. Первоначальные, по сути, объяснения гражданина были опровергнуты. И впоследствии он изменил свои объяснения. Нарушитель признался. Медведя застрелил ради забавы. Хотел похвастаться охотничьими трофеями. Мясо себе не взял. Печень и сердце скормил собакам. Останки бросил у лесу. Там их и нашли полицейские при расследовании уголовного дела, возбужденного в ноябре по материалам прокурорской проверки. Официально нигде не работает. Работает на случайных заработках. В основном ездит вахтовым методом на работу в город Усинск. Имеет охотничий билет. Является официальным охотником, но разрешения на отстрелы медведей у него не было. Ущерб в 240 тысяч рублей браконьер возместил еще в ходе следствия. Однако ему все же придется ответить за незаконную охоту в уголовном порядке. Дело передано в суд. Сельчанину грозит штраф до 200 тысяч ссылковых или полгода ареста. Еще двое участников преступной группы похитителей нефти выслушали приговор Кнежпогодского суда. Незаконная врезка в нефтепровод Ухта-Ярославль была обнаружена возле Емвы осенью 2012 года. По уголовному делу тогда привлекли четверых фигурантов, в том числе руководителя Тельмана Магомедова. Еще четверых объявили в розыск. Хисабдина Умарова и Максима Бурганова сторонники ОФСБ по коме задержали в 2016-м. Какие роли они исполняли в группировке нефтяников-нелегалов, расскажет Роман Истомин. В сентябре 2012 года на нефтепроводе Ухта-Ярославль внезапно упало давление. После долгих и непростых поисков служба безопасности нефтетранспортной компании обнаружила место врезки, недалеко от Емвы. Резиновый шланг высокой прочности был хорошо замаскирован. Было обнаружено предполагаемое место. Туда сразу же направились поисково-технические группы службы безопасности нашего предприятия. По результатам поисковых мероприятий были обнаружены признаки преступного посягательства, а именно несанкционированная врезка и отвод от этой несанкционированной врезки приблизительно 280 метров протяженностью. Учитывая стратегическую важность объекта, разработкой нелегальных врезчиков занялись сотрудники регионального ОФСБ совместно с коллегами из уголовного розыска и экономической безопасности МВД по коме. Оперативники выяснили, кражей нефти занимается целая группировка. В нее входило два организатора, трое водителей. Кроме того, для врезки и закачки нефти привлекали трех сторонних специалистов. В конце сентября при заливке очередной партии черного золота силовики задержали организатора Тельмана Магомедова и трех водителей Таймураза Мустафаева, Ахмеда Абасова и Виктора Шкаревня. Последний пошел на сотрудничество со следствием и полностью изобличил подельников. Транспортировка, как выяснило следствие, осуществлялась в различные районы Республики Коми. Обьячево, Сысольский район, Мешпаговский район, Республики Коми. Также непосредственно в город Сыктывкар. Похищаемая нефть сдавалась в Коми-дорожную компанию под видом легально добываемой нефти, которая в самой Коми-дорожной компании использовалась в качестве печного топлива при изготовлении асфальтобетонной смеси, используемой для ремонта дороги. За два месяца подельники вывезли 316 тонн нефти на сумму 4,5 миллиона рублей. Их бизнес только набирал обороты. Помимо МАЗа, они приобрели в Омске и оформили на поставных лиц мощный американский тягач с большой автоцистерной. Кроме того, сделали вторую врезку в нефтепровод. Работы по врезке в магистральный трубопровод, а именно по его повреждению, проводили трое жителей уроженцев Дагестана, которые работали в определенной организации, занимающейся строительством магистральных трубопроводов, имели необходимые познания для осуществления данных работ. Помимо колоссального экономического ущерба, силовики, возможно, предотвратили и экологическую катастрофу в случае порыва ненадежных соединений и разлива нефти в пойме реки Вым. Уроженцев Дагестана, которые отказались давать показания, суд отправил в колонию. Виктор Шкаревня получил условный срок. Из четырех сообщников, объявленных в розыск, силовики задержали 36-летнего врезчика Максима Бурганова и 50-летнего соорганизатора группировки Хисабдина Умарова. Обоих приговорили к шести годам колонии общего режима. В этом году в правила дорожного движения внесут поправки. Появится штраф за агрессивное вождение. За городом в темное время суток придется обязательно надевать светоотражающий жилет. ПТС будет теперь в электронном виде, а не в бумажное, как раньше. Что же сулят эти новшества обыкновенному автовладельцу? В рубрике «Полиция сообщает» расскажет представитель МВД Вера Желесова. Каждый год в правила дорожного движения вносятся какие-либо изменения. Многие водители воспринимают эти поправки в штуки, даже не разбираясь в сути происходящего. На самом деле все изменения вносятся для снижения аварийности и дорожного травматизма, а также для облегчения жизни самих автолюбителей. На смену бумажным приходит электронный ПТС. С 1 июля при регистрации нового автомобиля в базу ГИБДД будут вносить полную информацию о машине и ее владельце, в том числе данные о техническом обслуживании. На руки автовладелец получит только выписку. Когда гражданин приобретает автомобиль, он не знает историю транспортного средства. При электронном ПТС можно проверить всю информацию об авто. Был ли он в ДТП и какие ремонтные работы проводились. Какие последствия имело ДТП для транспортного средства. Посмотрев данные, возможный покупатель уже может решить, стоит ли покупать ему данный автомобиль. Еще одно ожидаемое новшество – штраф за агрессивное вождение в размере 5000 рублей. Деньги придется платить водителям, создающим на дороге опасные ситуации, которые угрожают другим участникам дорожного движения. А кроме того, могут привести к причинению материального ущерба. К примеру, это может быть резкая остановка без причины или перестроение. Сообщать о нарушениях в ПТД смогут сами водители, отправляя фото и видеоматериалы в ГИБДД. Народный инспектор должен будет зарегистрироваться на портале госуслуг и установить специальную программу на свой гаджет. Оно же и будет отправлять материалы в ГИБДД с указанием места и времени нарушения. С 12 марта в правилах дорожного движения появится новый пункт. Водители обяжут иметь жилет или куртку со световозвращателями. Такую яркую одежду придется надевать в темное время суток, когда при остановке машины за пределами населенного пункта автолюбителю потребуется выйти на проезжую часть. Еще одно важное новшество – запрет на эксплуатацию школьных автобусов старше 10 лет. Пассажирскими перевозками детей могут заниматься только водители со стажем вождения по категории «Д» не меньше года. Обязательным будет проблесковый маячок желтого цвета. Нововведения призваны максимально обезопасить транспортировку учащихся. Субтитры создавал DimaTorzok